всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука я говорила что не буду показывать как я обрабатываю томаты но листовую подкормку борной кислотой но я все-таки решила несколько слов сказать потому что многие начинающие не знают об этом когда мы выбираем какую делать подкормку листовую или корневую мы должны понимать что листовые подкормки по листу внекорневые лучше делать в первую половину вегетационного периода растений когда у них много вот таких молодых зеленых листьев потому что эту подкормку растения принимают только через листья если у вас ну как уже взрослые растения уже в период например в период зрелости там томатов плодов и листья старые такие огрубевшие и листьев очень мало тогда листовые подкормки лучше не делать а вот сейчас в первой половине лета когда у нас много листиков зеленых молодых листовая подкормка это идеальный вариант можно и фосфор калий то есть залой по листу растворами настоями можно и суперфосфатом по листу и вообще листовая подкормка очень хороша в тех случаях когда я помните говорила что после высадки в грунт у нас 10 12 дней мы создаем растениям режим покоя у них еще нет корневая система еще с грунтом не сцепилась и чтобы подкормки корневые нежелательны именно в этот момент идеальный вариант это листовые подкормки если вам например что-то нужно срочно подкормить даже азотом пожалуйста делайте растворы и через лист через лист воспринимаются подкормки очень очень быстро если у вас какая-то проблема с томатами для полного эффекта можно совмещать листовую и корневую подкормку то есть и полили землю и обработали по листу тогда будет очень быстро и очень ощутимый эффект вот все что я хотела сказать этих подкормках